Приветствую всех собравшихся в этом зале. Я бы хотела рассказать вам об Александре Сергеевиче Пушкине в области просвещения. В нашей стране и за рубежом опубликовано огромное количество книг и статей, посвященных творческому наследию Александра Сергеевича. В этих трудах он представлен как великий русский инфрациональный поэт, творец современного русского языка, литературный критик, историк, мыслитель, художник. К сожалению, до обидного маловнимания уделено высказываниям Александра Сергеевича по вопросам народного образования, которые содержатся в его сочинениях и записках. Рядом с ним в детстве были простые русские люди. Его припускной крестьянин, дядька Никита Козлов и великолепная скользеница, няня Алина Родионовна, приобщившая ребенка к сокровищнице народного творчества. Испытав на себе как благотворное, так и негативное влияние аристократического, семейного и общественного воспитания, Александр Сергеевич в своих произведениях не мог не выразить личного отношения к просвещению той эпохи, отмечая свои образы русского исторического процесса, утверждая, что история России требует другой мысли, другой формулы, чем история Западной Европы. Пушкин страстно радовал за то, чтобы воспитание юношества в стране было глубоко национальным. Поэт неоднократно высказывался против того, чтобы оно уберялось лицам из числа иностранцев, отличившихся к тому же педагогическим невежеством и испорченностью нравов. Данная его мысль убедительно показана на примере воспитания юного Андрея Гринева, героя капитанской дочки. Данная, к слову сказать, ни один Пушкин отмечал за силе иностранцев в стране. Именно Пушкин облегчил русский язык от громоздких церковно-славянских инструкций, анахронизма и прочего мусора, показал, как можно писать образы в то же время легко. Тургенев потом говорил, что именно Пушкин дал окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте форме признается даже иностранным филологом, едва ли не верным. Решение проблемы духовного воспитания молодежи Пушкин и немыслу без формирования у него русского национального идеала. Без связи образования с жизнью простого народа, без отечественных наставников, красной чертой через все творчество поэта проходит идея патриартизма. По мнению Пушкина, могущественная просветительная сила заключена, прежде всего, в национальной литературе и отечественной истории. Как по этой публицице всего в национальной литературе Александр Сергеевич вставил вопрос об усилении народности в мире. Из его цитат. Климатово расправления вера дает каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей, есть тема обычаев, поверь и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Идея патриартизма проникнута и такой родственник. Россия определенно была высокая призвание. Ее необразимые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие. На самом крае Европы варвары не осмелились оставить у себя в тылу прообращенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся прозвещение было спасено артитерзанной и издыхающей Россией. Но Европа в отношении к России всегда была столь же невежеской, как и мы благодарны. Спасибо.